Всем здравствуйте! Азиза призналась, что почти год живет без супруга, так как тот вернулся в Италию. Певица все же не печалится из-за одиночества, так как ухажеров у нее достаточно. Азиза раскрыла, что в ее жизни произошли изменения. Так, пока Александра Лорте находится в Италии, она ходит на свидания с другими мужчинами. К слову, на вопрос о том, надолго ли ее муж-итальянец покинул Россию, она не ответила. «Мой муж в Италию уехал, он там уже 9 месяцев находится. Конечно, у меня есть поклонники, люди, которые меня ценят, уважают и любят. Мы хорошо проводим время вместе, ходим на озеро, пока еще тепло. И устраиваем романтические вечера», – отметила артистка. Исполнительница уверяет, что в ее отношениях с Лорте все замечательно, и он совсем не ревнует звездную супругу. «Во-первых, Александра мне доверяет. А во-вторых, что значит грешите? В моем понимании, грех – это когда ты забываешь сам себя, себя в Боге или Бога в себе. А все остальное – это не грех», – ответила она на вопрос о том, не изменяет ли возлюбленному. Хоть периодически появлялись новости о том, что пара расходилась, Азиза была намерена стать мамой их общего ребенка. Однако завести малыша им так и не удалось. Никаких радостных новостей у меня нет. В конце января Марине сделали подсадку эмбриона. Мы все надеялись на чудо. Молились, чтобы попытка оказалась удачной. Но не случилось, – грустила певица. В течение 10 дней эмбрион не прижился. Врачи нам сказали, что с первого раза у многих не получается, надо делать подсадку во второй раз. Но я уже больше не могу. Артистка так отчаянно хотела потомства, что предлагала ресторатору найти себе вторую жену, которая родит им наследника. Я же восточный человек. Говорю мужу, давай у тебя будет маленький гарем, три жены, я буду старшей. Эти девочки будут рожать детей, а я воспитывать, – говорила она. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.